Украинские власти продолжают затягивать процесс ратификации Римского устава, который позволил бы расширить юрисдикцию Международного уголовного суда на территорию Украины. Как заявляют представители международных общественных организаций, несмотря на все заявления и декларации украинских властей, ратификация Римского устава пока так и остается только на словах. Притом затягивает процесс в том числе и президент Украины Петр Порошенко, заявляют эксперты Democracy Reporting International. Ведущий советник организации по конституционным вопросам Николай Гнатовский напомнил, что глава государства внес проект изменений в конституцию Украины относительно правосудия. Однако этот документ вступает в силу только через три года после утверждения. Эксперты отмечают, ратификация Украины и Римского устава необходима для эффективного расследования преступлений, связанных с российской аннексией Крыма и войной на Донбассе. Оба эти обстоятельства подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. По словам исполнительного директора Amnesty International в Украине Татьяны Мазур, украинские власти выражают поддержку идеи ратификации Римского устава, декларируют его как обязательство Украины перед ЕС. Однако не спешит говорить о том, когда именно это произойдет. Эксперты напомнили, что Украина подписала две декларации, которые признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Первая касалась преступлений властей беглого президента Украины Виктора Януковича в отношении граждан во время революции достоинства. Вторая вооруженного конфликта на территорию Украины, включая аннексированный Крым и оккупированную часть Донбасса. Эксперты отмечают, в украинском обществе уровень поддержки ратификации Римского устава достаточно велик, поскольку граждане не доверяют украинской системе правосудия. Поэтому римский устав, по их мнению, должен стать ключевым в контексте глобальных реформ судебной системы.